шалом дорогие телезрители мы снова в Иерусалиме в студии Тибен Израиль сегодня со мной пастор церкви из Днепропетровска Юрий Коновалов из церкви дверь в небо аминь шалом вот у нас уже шалом дорогие вторая передача на тему кризис лидерства мы говорим о лидерах говорим о характере говорим о временах и сроках говорим о качестве качествах служения и вот такая у нас тема скажем особенная тема сегодня не для всех ну для всех ну как бы для тех именно кто в своей жизни хочет пойти дальше от покаяния от рождения свыше дальше к служению к тому чтобы Господь он действительно употреблял тебя и мы взяли в пример вот Самсона и Илью и Елисея и Елисея да что вот кризис Самсона он не оценил и не удержал то есть он даже не заботился он ничего не сделал для того чтобы стать сильным настолько каким он был поэтому легко это потерял потерял в этом не удержал я увижу знаете что что Бог он не сразу взял и отрубил его лидерство да то есть было множество ситуаций мы читаем в этих главах когда Бог пытался все-таки реанимировать лидерство и скажем так назарейство Самсона да первый раз он там пошел увидел филистинскую девушку он так загорелся жениться на ней и он пришел сказал родителям я просто недавно эту эти главы перечитывал и его родитель говорит ты что ты же назарей Божий тебе нельзя свести как бы свою жизнь с неверующей не принадлежащей обществу Израилеву девушка даже если она супермодель красавица ты священник Бога ты должен выполнять его постановление законы вроде бы попустила его да он отлег отлегла эта мысль и еще были ситуации еще 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 то есть как бы Господь стучался в сердце говорил не делай это знаете как в этой русской поговорке вернее сказки Ваня не пей козленочком станешь да не пей из этого это тебе не надо и вы знаете вот Божья милость она и заключается в том что есть избранные по непонятным может быть для нас людей критерием Богом люди для служения Господу на этой земле но если не они не оценивают если они не дорожат если они не заботятся удержать это помазание к сожалению у Бога нету не скажем так незаменимых людей да то есть заменить человека Бог может да то есть но когда Бог например заменил Саула Давидом Саул уже не смог вернуться написано когда Дух Божий отошел злой дух пришел и стал контролировать жизнь Саула вот почему Давид когда он согрешил он просил у Бога в 50 псалме одного только Духа Святого не отними от меня потому что он знал что это конец и знаете многие люди заигрывают с грехом думая что все время Бог раз они помазанники да раз они избраны Бога они могут теперь делать все что угодно и это как бы все будет им списано с их личных счетов я слышал разные вот я спасаю людей поэтому Бог для меня как-то одну из заповедей как бы убрал из списка десяти но это неправда это действительно критерий по которому Господь будет однажды судить человека у белого престола и это также критерий из-за которого можно потерять лидерское призвание от Бога я думаю что мы как лидеры мы должны просто дорожить этим и потому что очень большая цена и ответственность которую Бог возлагает на лидеров Божьих на этой земле да смотри мы говорим о характере лидера мы говорим о его качествах вот часто можно встретить людей которые вот у них основополагающие факторы они заложены там верность трудолюбие вот какие-то качества вот очень важные но они не способны служить людям потому что они относятся к людям также как допустим ну кто очень ну допустим кому там какой-то работе наемным работникам да то есть есть разница между тем чтобы быть лидером исполнять какое-то служение администрирования или какую-то работу и между тем чтобы служить людям да есть большая разница часто люди хороши в ашерском служении они хороши в музыкальном служении хороши тем других но они не могут служить людям да они не могут общаться с людьми они не могут слушать людей они не могут любить людей понимаешь вот это качество оно очень ценное после часто мы тоже находим людей которые не на своих местах вот это очень важный момент который бы стоит нам за как бы затронуть сейчас да то есть люди они лидеры они просто не на своем месте часто человек хочет быть пастором то есть он считает чтобы ему быть пастором достаточно проповедовать вот дайте мне микрофон до стадион дайте мне микрофон стадион библию я буду это я буду папа что он человека как он смотрит но он видит пастора на сцене ему кажется ну что такое быть пастором взял микрофон и все и пошел и рассказал всю программу библейской школы да и вот человек как бы пастор понимаешь но вот самое интересное вот что павел сказал в коринфлянах он говорит у вас много учителей но у вас нету отцов да у вас нету отцов у вас много людей которые хотят учить они откроют вам конспект они будут учить вас но у вас нету отцов какая вот как ты думаешь какая разница между вот отцом и учителем и учителем или скажем так отцом и наемником вот на твой взгляд но я думаю что действительно здесь очень важно это еще одна грань да 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 по которой критерии мы сейчас расскажем целый спектр того что является лидерством глазах бога это хорошо может быть кто-то сегодня также на пути быть служителем не быть служителем идти вот я понимаю это значит через призму того что я когда-то служил в армии да и я знаю 2 2 категории офицерского состава людей окей первая категория это штабные офицеры которые начальник начальники да они такие же там майоры полковники генералы они сидят штабе они там работают с картами они издают приказы ну то есть все бытовые там или военные действия во время войны но есть и вторая категория это люди которые живут вместе с солдатами в казармах они знают быт солдата они знают проблемы солдата помните как суворов он да почему он был таким одним выдающимся полководцем потому что он жил в окопах он знал всю сущность этой нелегкой жизни солдата и вот то же самое есть в служении есть люди одаренные администраторы есть одаренные скажем на руководители служить также учителя давим надо просто он знает всю он знает как учение как жить как христос до доктрины теологии у него на высшем уровне но он не призван служить людям потому что действительно это сверхъестественное призвание которое бог дает пасторам вот смотрите какое вот люди часто люди часто вот ну я вижу допустим ним немало раз я видел такие вещи то есть человек он создал какую-то группу людей и я пастыр даже его могли благословить сделать я ну он пастыр но и ты видишь как и не только в малых группах это бывает больших то есть люди как я могу понять что я пастыр вот у меня есть люди они приходят рождаются свыше но это работает дар евангелиста да то есть люди рождаются свыше то есть они пкаются все нормально ты умеешь их призывать к покаянию но тем не менее дар учителя да но ты видишь что это все равно это стадо она бесхозная понимаешь то есть она существует как организация она не существует как стадо в котором вот как ты сказал пастух он живет в стаде со стадом да понимаешь то есть там организация там много пиара там все красиво там все организовано все люди четко знают свои программы телохранители выводят пастора на кафедру и телохранитель он уходит после собрания да ну ты понимаешь отсутствует вот это вот это отцовская секция до пастырская пастырская вот знаешь вот это сердце бога отца потому что бог у нас уже не только господь и господин и творец и создатель вселенной начальник всех начальников да еще наш отец и вот это знаешь вот эта прослойка но она очень ценно я часто смотрю вот на этих людей но они не пастыра они хорошие проповедники они хорошие учителя они замечательные помазанники они евангелисты все у них прекрасно они там ну и супер телевидимые не знаю там но потрясающие там ну и не знаю но они не пастыра да это больно и через это знаешь вот это наносит такой урон телу людям овца они не исцеляют потом они люди отвращаются от церквей на всю жизнь бывает так что назад их уже никогда не возвратишь почему иисус сказал что все все заповеди да все заповеди они в одном слове да возлюби ближнего и возлюбит бога да она любовь это и совокупность совершенства ты можешь иметь все таланты все дали все помазание ты можешь исцелять больных воскрешать мертвых ты даже можешь тело свое отдать на сожжение но если любви не имеешь ты имеет звенящие кимвал звучать вот этот вот момент это серьезный момент сто процентов знаешь вот смотря на это откровение которое мы сейчас вот поднимаем хочется сказать что действительно и сам христос сказал есть пасторы и есть наемники по сути они делают одну и ту же работу да они физическим глазом посмотреть этот пасет и это со стороны там но когда приходит волк или враг реакция пастуха настоящего пастыря он полагает жизнь за овец реакция наемника он бросает стадо и спасает собственную шкуру вот почему не все золото что блестит блестит иметь и латунь блестеть и может другой металл если его хорошо натереть но есть золото именно которое настоящее золото огнем очищенное испытанное для вы испытаниях и вот действительно я просто также согласен с этой мыслью что пастырское призвание это призвание которое не может не можешь сам себе выбрать или назначить до себя вот когда я еще помню был библейской школе девяносто втором году нас по примеру пятигранного служения учили и до сих пор помню этот пример на по принципу руки да вот пять пальцев пять пальцев вот самый сильный палец на руке он самый как бы такой мощный это как апостольское служение большой палец самый это указательный это пророк который может показать куда правильно или неправильно идет там церковь или какой-то служитель самый длинный на руке палец это прообраз евангелиста он больше всех он достигает людей он идет на новые территории он длиннее всех достигает самый маленький и важный мизинчик это тот как как будто он может прочистить ухо это учительское призвание то есть человек не слышит приходит учитель рассказал какую-то тему вдруг ему озарение пришло но это безымян и на котором кольцо завет это прообраз пастырского служения пастырь в завете с церковью он не может оставить ее как муж не может оставить свою жену пастыр должен пахнуть овцами пастыр должен жить среди овец пастух он не может на расстоянии управлять стадом пастух он принимает роды он стрижет он извините моет после того как что-то произошло с овцом лечит он он пахнет он он даже может теми же болезнями заболеть которые есть на животных понимаете то есть вот это призвание которое невозможно подделать какими-то дарами то есть невозможно просто сказать хочу быть пастыром и буду то есть пастырство это божье избрание это божье избрание это сто процентов и вот пока человек не знает избран он богом быть пастыром или не избран лучше не начинать церковь потому что это уже как бы изначально имеет какую-то отравленная днк то есть рано или поздно это служение рассыпется вот почему я знаю за 17 лет нашего пастырского служения мы проходили такие ситуации которые просто если бы мы не были призваны богом уже бы давным-давно все разрушилась и камня на камне бы не осталось но то что благодаря чему мы проходили в жизни мы знали на сто процентов что мы не сами себя избрали а нас избрал бог это было сверхъестественное переживание в девяносто пятом году когда господь сказал я хочу чтобы ты стал моисеем для своего народа и мы оставили все мы поехали мы начали с нуля никаких поддержек со стороны людей ничего человеческого мы и бог и когда приходили трудности в жизни и служение мы просто это откровение нас держала на плаву потому что в этом действительно сверхъестественное призвание от бога быть пасторами и служителем мы в завете с народом мы с ним и в радости в горе мы вот обручены с церковью и знаем свое место где нам быть когда нам быть и что нам делать вот как ты думаешь твои люди они счастливы быть в твоей церкви я думаю что те которые хотят изменяться по-настоящему становиться похожими на христа они счастливы я знаю что я может быть не сильно популярен для грешных христиан я даю себе отчет что всем не угодишь и мы не человека угодники а бога угодники поэтому конечно есть люди которые потом уже с годами понимают что пастор был прав и что действительно это было ну очень важно там например решение там человека остановить в его грехе да потому что ну когда уже ты видишь какую-то ситуацию в жизни ты уже и можешь как бы уже предвидеть через несколько лет вперед да и когда ты говоришь вот ребята вот так и так иногда люди обижаются уходят иногда хлопают даже дверями да но проходят годы я слышу пастор спасибо вам мы так помним оценили вашу помощь участие надеет я вижу это как жизнь ребенка в 6 лет каждый ребенок говорит какой у меня мудрый папа до 16 лет будет папа ты ничего в этой жизни не понимали в 26 лет он говорит а папа был прав вот то же самое в жизни верующих людей но если ты любишь ты действительно будешь бороться за его призвание судьбу все используя мне в 46 где же мой папа под отцовским крылом ну да ну в общем очень так и мы движемся я думаю что это очень правильно потому что знаешь я заметил что лидерство еще также очень важно как бы видеть ведущий ты или ведомый то есть вот меня был про была проблема в жизни когда я думал что каждый человек в церкви это ведущий было такое учение если ты помнишь начале двухтысячных что точно так если ты вот никогда не был физическим отцом ты можешь родить ребенка точно так ты можешь стать как бы руководителем или лидером за тобой должна пойти там двенадцатка или там сотня людей и это был перекос я думаю что действительно время все поставил на свои места сегодня я верю что есть ведущие и ведомые если ведомый человек становится ведущим это большая проблема но если ведущий в числе ведомых это тоже проблема понимаете то есть у бога есть действительно индивидуальное призвание и судьба вот почему нам надо знать волю божью о нашей жизни и следовать за ней не уходя ни направо не налево потому что можно даже быть на самом на северном полюсе самым счастливым человеком счастливее чем в америке или в израиле или в украине если ты по воле божьей там если ты делаешь то что бог хочет чтобы ты делал и для нас как для христиан это очень важно это критерий по которому приходит благословение нашей жизни быть воли божьей на том месте где тебя хочет видеть бог они там где ты себя захотел увидеть но это уникально слышать от тебя потому что часто мы слышим что на украине тяжелая жизнь и очень все те и сама ну все тяжело и все непросто и много чего но все познается в сравнении когда я смотрю на африку господи спасибо тебе что я живу в украине а если смотришь там на израиль или америку можно увидеть тяжести там свои минусы своими но но человек так устроен все познается среда но тем не менее вот воле божией когда ты находишься ты все равно можешь радоваться жизни конечно получается тебя заметил что человек который воли божьей он везде в любом месте получает благословение проценту знаешь что ты поговоришь нежно где он живет там он там квартале в хом городе ты поговоришь с ним и ты видишь что он тебе расскажет миллионы свидетельств о том как бог его благословляет и сверхъестественно ему помогает и как все улаживается как все решается и как бог великий богущественные делает все и ты удивляешься потому что вроде бы ты должен папа по определению быть более счастливым но ты более несчастный потому что у него веры на самом деле гораздо больше нами вот и мы действительно имеем друзья мы имеем действительно сегодня на земле этот кризис в лидерстве но мы верим что бог у него кризисов нету аминь и мы верим что у бога на каждый сезон и на каждый этап служение жизни церкви есть свои лидеры свои и мы верим что как мы уже определили здесь и поняли что пастырами на самом деле не рождаются ими не становятся наверно бог он просто поставляет до до пастыра и все я вот никогда не мог о себе подумать что я войду в эту роль тоже заранее будет на земле ялся людей я их избегал когда я пришел в армию мне сказали кем ты хочешь есть вакансия сержантов ты будешь руководить людьми есть вакансия водитель бмп можешь как бы быть таким профессионалом есть вакансия там стрелком я говорю а где нету люди нету людей вот машина бери на полируешь и заботишься они никаких головных болей от людей давайте в них машину но бог клемму поменял местами и и сегодня просто думаю господь ну это это сверх естественно что ты вот просто взял ничего не значащие ничего не могуще не умеющие как написано помнишь первом коринфянам первой главе там до сна братья не много из вас много родных мудрых по плоти да но для этого бог и нашел чтобы перед ним не гордилась никакая плоть не хвалилась что это я я вот такой лидер я такой служитель поэтому друзьям и это очень важно если вы сегодня как бы на распутье что делать служить богу или не служить конечно же служите но прежде чем вы будете принимать решение там становиться пасторами просто спросите у бога хочет ли он вас там видеть потому что те которые знаете уже немножко волна вот этого моды на пастырство прошла в 90-х каждый там хотя огорченные обижены все я щас утру своему пастору нос организую церковь через дорогу и так далее и тому подобное но время показывает что то что было рождено от бога она устоит а то что не от бога она разрушится и помните мудрый гамалеил земляк ваш израильтянин мудрейший человек сказал да про иисуса говорит если это не от бога учение ребят не переживайте уже до него тут были до 400 человек там один поднял разрушилась но если это от бога она устоит и не ничто из его не не как бы не поколеблет поэтому если вы призваны служить богом не переживайте ваши от вас не уйдет никто не займет в дизайне божьем вашу позицию но если это не от бога просто эмоции остановитесь и познайте что хочет бог вашей жизни видеть это очень важно но к тому же вот еще одна мысль которую просто хочу ее озвучить каждый человек он если даже не в церкви лидер то он все равно лидер своей семьи сто процентов все равно руководитель своих детей он все равно он лидер своей жизни они все равно руководит своим телом своим здоровьем до понимаешь вот из этого начинается лидер работой с этого невидимого начинается лидерство для жизни других людей вот часто ты знаешь в церкви мы пытаемся поставить лидеров которые в жизни ничего не достигли это проблема это проблема для церкви если человек дома орет а в церкви например ну не уравновешен эмоционально а в церкви учить смирению понимаешь молчаливая жена она идет церкви там одела косынку да и губы не накрасила а приходит домой она этой косынкой мужа гоняет там и он он и и у ее косынку уже одевает дома то есть это действительно проблема когда человек знает но он так не живет знает как жить но живет иначе и знаете я вспомнил одну историю когда к одному пастору пришла пришел один человек и говорит пастор помолитесь я хочу ехать миссионером в африку миссионером бог меня призывает миссионером в африку пастор знал его семейная ситуацию он говорит слушай а как насчет твоей семьи он говорит ну мои дети не спасены моя жена не спасена мы и моя теща не спасена родственники не спасены он говорит сначала спаси своих африканцев а потом бог тебя поведет в африку спасать народ и вот кто действительно епископство желает доброго дела желает но если ты не лидер среди своих детей если ты не печешься о своем доме как ты можешь пить печись пиктись о божьем доме да как ты можешь печься на том что уже не твое а божье и лидерство она действительно для меня когда очень важно я смотрю человек как он себя как он живет как он поступает своими детьми как он поступает своей женой или мужем и по этим невидимым вещам я уже принимаю решение давать ему лидерство церкви потому что если он просто знает теорию а не практический лидер он все развалит но если он живет так как он будет учить это будет очень талантливый профессиональный лидер в той сфере ли в той области служения куда бог его призывает то есть поэтому мы должны смотреть не на слова она дела да покажи мне веру и сделал твои на понимаешь то есть дела они говорят или это хорошее дерево которое приносит добрые плоды или это дерево плохое которое терновник не может приносить смог до а смоковница не принесет терновые плоды поэтому по этим критерием и определяется лидерство всегда это было есть и будет не нам важно просто с этим согласиться и действительно руководствоваться теми принципами царства божьего которые написаны в священном писании ну давай вот чтобы ты пожелал людям которые по дороге в лидерство может быть там библейской школе или вот в двух словах скажи вот у нас осталось буквально минута друзья мы это действительно очень важно быть человеком который служит богу на этой земле это огромная привилегия которую мы до конца может быть не понимаем но это также помните всегда большая ответственность потому что за вами будут идти люди и если вы не слепой человек то этих людей вы выведите но если слепой библия говорит ведет слепого они оба упадут в яму я хочу чтобы принять при при прежде чем принимать решение вашей жизни вы могли руководствоваться и понимать что бог очень серьезно будет ну как бы спрашивать у вас за судьбы этих людей поэтому пропитайте с этой ответственностью пропитайте с этим трепетом пред богом и страхом господним чтобы вы могли быть самым лучшим лидером которого господь будет использовать в вашем городе вашей стране алину вашем народе и я благословляю вас дорогие братья и сестры служите господу как бог сказал аврааму ходи предо мной и будь непорочен и я тебя произведу великий народ аминь друзья будьте благословены мы встретимся снова были с нами мы в вирусалиме студия тебе на израиль до новых встреч шалом шалом у Субтитры создавал DimaTorzok